Ну что, наконец-то нам завезли гипсокартон. Разгружаемся. Гипсокартон 12,5. Толстенький. Также уже разгрузили профлист коричневый. Новенький, красивенький. Гараж уже обшили. Будем коричневым обшивать забор и ворота, потому что вот это вот стыд, в дырках все. Это, конечно, печалька. Это все меняем, оно все в дырках, погнутое. Те, которые вот целенькие участки, мы оставляем и пустим на подшив вот той части дома. Вот там. Получается, вот это внизу. Вот это все. Снимаем. Здесь вообще изначально у нас был кирпичный забор, но после того, как он начал всыпаться, отвратительное качество кирпича, папа решил просто обшить металлом. Металл, кстати, у нас сейчас в Мариуполе очень дорогой. Для меня это было удивление. Вообще, по каким ценам сейчас металл? Про профлист. Короче, мы заплатили за 20 листов 23 тысячи рублей. Ну и плюс доставка. Вот как-то так. Я думаю, что в России, конечно, цены на стройматериалы намного ниже. И об этом, кстати, пишут мои подписчики. Вот. Ну, а тут как-то так. Вот выгружаем профиля. Продолжаем выгружать гипсокартон. Также заказали два мешка Перфликса, доклеевая смесь. Взяли два мешка по 30 килограмм. Не все, не весь гипсокартон мы будем положить на профиля. Некоторые мы будем клеить, потому что в некоторых местах нужно сэкономить место. Сейчас покажу, где. Там, где его катастрофически не хватает и профиля нам совершенно не подходят. Вот, например, вот эта вот часть, узкая лестница. Здесь профиля нам не подходят никак. Поэтому здесь гипсокартон мы будем клеить на этот Перфликс. Также вот здесь вот узкий коридор. Здесь мы тоже будем клеить гипсокартон на Перфликс. Ну и под лестницей тоже все будем клеить. Второй этаж. Вот видишь, что же мы сделали? Усилитель. Ну да, и внутри этот лес. Брус. Брус. Лес-брус. Тяжело мне все это дается, ваши строительные термины. Итак, вон, только выучила, что такое фронтон. И то путаю с коньком, да, и ветровой. А что делать? О! Начали сюда ложить гипс уже. Ура-ура! Оп, здесь профиля уже положены. Здесь перегородки полностью закончили. Здесь вот, видите, кирпичная стена. Это продолжение печки. Так, здесь все обили. И здесь обили. И здесь все обили. Здесь не трогали, потому что здесь она такая плотненькая. В принципе, она не помешает. Поэтому мы решили ее оставить. И вот эту тоже оставляем, потому что она не дышит. Она хорошо лежит. Впоследствии папа планирует здесь делать шкаф. Такой, с раздвижными дверьми. Вот, подсветка там будет. Мне кажется, отлично. В общем, сняли линолеум с коридора. Сняли крагис. И тут еще одна находка. Еще один люк. И, походу, вход в подвал. Но вот сейчас откроем, посмотрим. Но я этого не видела вообще. То есть мы никогда не поднимали линолеум. Этот старый. То есть он всегда лежал. Просто сверху ковры были. Сейчас откроем, посмотрим. Вам интересно? Ставьте лайки. Ух ты. Даже лестница. Обалдеть. Вот об этом папа, наверное, точно не знал. Банки. Тима! Ну иди сюда! Да! Тут банки. Офигеть. Даже раковина какая-то лежит. Блин. Тут все в пыли, все в паутине. Вот на камере как раз это видно. Обалдеть. Это интересненько, конечно. Тут какие-то баночки, бутылочки. Тракая она какая-то. Бутылки. Банки. Так, сейчас пройду. Сейчас паутину поубираю. Ну, видите, пакеты относительно свежие. То есть, надо у папы спросить, знал ли он вообще об этом. Так. Полы, видите? Мокрые. Земля мокрая. Так. Увы, класс! Смотрите, какие баночки старые. С миллилитрожом. Пепси! Тим! Тим! Смотри! Пепси! Да ты шо! Это девяностые годы. Украинский. Язык украинский. Девяносто пятый год. Ну, я живу девяностое годы. Офигеть. Это же раритет. В девяносто пятом году вы же здесь еще не жили. Это просто. Ну, а пакеты эти откуда? То есть, неужели эти пакеты выпускались еще? Или... Ну, телефон старый. Видите, нарисован. Не, скорее всего, папа не знал. Мы разговаривали о подвалах. Об этом он не говорил. Так, какая-то раковина. Так, паутина еще. Сейчас, секундочку. Убираю. Так. Что у нас тут еще? Эти какие-то лампы. Лампы. Пластиковые бутылки. Буряк. Украина. Бережанский консервный завод. Так. А год? Год есть? Цена договорная. Гарнирные брусочками. Очень интересно. Вы знали, что это такое? Но мы не знаем, что это такое. У бутылок с под пепси тут, конечно, целая куча, что тут у нас написано. На украинском. На пиве пепсикола. Сильногазованный. Изготовленный из концентрата. За технологией и разрешение компании. Пепсико Инк США. Украина. Город Запорожья. Пиво безалкогольный. Комбинат Славутич. Вы представляете? Вот это да. А вон вижу шампанское. Советское шампанское. Ну-ка. Сейчас. Сейчас посмотрим. Водка есть. Водка царь. Изготовлен продукт из Германии. Так. А год? Год. Вы видите тут? Я не вижу. Так. К сожалению, срока нет никакого. А тут вообще, может быть, на крышке было. Так. Что тут еще есть у нас? Шампанское. Давайте посмотрим. Коллекционное. Советское шампанское. Все. Больше никаких надписей. Ничего нет. Может, на другой бутылке. Нет. Ребят, ничего, к сожалению. Собственно, ГАЗ. ГОСАГРОПРОМ. УСССР. Артемовский завод шампанских вин. Вот и все. Бадан. Обалдеть. То есть, это все лилось, получается, в подвал с пола. Так, а это что за кабель? Это что? Свет? Ну, похоже на то, что здесь был свет. Если я не ошибаюсь. Слушайте, вот это находка. Пластиковая. Баклана. Так, вот тут у нас еще есть дебилочки интересные. ЕСКОЛА. Какой год? Ну, что же... Что же не написано? Я такого напитка даже не знаю. Вот это да. Крымская. Вы представляете? Вот это да. Крымская минеральная вода. Офигеть. Что тут еще есть? Оранж. Какой-то... Чего? Это вообще старые-старые лепитки. Так. Баночки старые. Все в воде. Конечно, очень плохо. Так, раковина. Фу, все в порядке. Сейчас, секунду. Винит. Винит мой друг. Так. Да я бы сказала, это даже новая раковина. Обалдеть. 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 Винит. Винит. Здесь просто банки. Посмотрим, что в этой бутылке. Вермут. Винит. Винит. Вермут. 1892. Второй. Ничего себе. Вот это я понимаю. Похоже на маленькую подкову, но там магнит походу. Какая-то палка, это скорее всего кисточка была. Да, это была кисточка. Тряпки какие-то старые. Видите, какая-то интересная синяя штука, может это высохшая краска, взявшаяся кусками, понятия не имею. В общем, очень это все... Ух ты! Смотрите, что тут есть еще. Вот такая вот палка. Ну, я бы не сказала, что она сильно старая, правда? Вот это да. Так, вытащим ее, наверное. Так, а вот вижу еще какие-то бутылки снизу. Водка. Не вижу названия, стертая. А, гвардейская водка. А, вот еще какое-то шампанское. Артемовское, игристое, красное, полусладкое, коллекционное. Герб. Цена со стоимостью посуды 6 рублей 0 копеек. Почему год не написан? Брэнди. А вот тоже интересный напиток. Мирунка. И все. Больше ничего. Ни состава, ни производителя. Есть дата. 94-й год. Представляете? А вот еще какая-то бутылочка интересная. Меринда. Серьезно? Я не знала, что меринда настолько старый напиток. Тоже на украинском написано. Бажа, но вжиты до зазначенной даты. Это переводится желательно употребить до указанной даты. Изготовлено из концентрата по технологии и разрешения компании PepsiCo Inc. США. Оливки. Какие-то заграничные. А, вот. Азербайджанская, видимо, компания какая-то. Это похоже на банку, в которой была красная икра. В общем, здесь обычные деревянные ящики. Пустые. Вот. В принципе, и все. Ой. Рассохлась крышка. Я так понимаю, резинка была здесь. Резинку натянули, а она рассохлась. Грязные банки. Это похоже на старый мед. Так. Это у нас напиток. Написано, напей. Арбузный. Интересно. Интересно. Баночки старые еще. Пакет. Пиво. Очень жалко, что в плесени этикетка, но написано пиво. Это все, что видно. Комбинат. Славутич. Пиво безалкогольное. Пиво безалкогольное. В комнате брата. Но мы туда под обстрелами решили не лезть. Потому что это было, правда, очень опасно. Там могло засыпать. И, ну как бы понятно, да, к чему это могло все привести. Поэтому мы просто лежали на полу на кухне. И об этом подвале мы даже не знали. То есть, по сути, можно сделать прокоп и эти два подвала в комнате брата и под лестницей будут совмещены. Маме позвонила. Мама вообще в шоке, на радость. Я говорю, там есть 20 литровая баклага такая стеклянная. Она говорит, о, класс, буду вино делать. В общем, очень приятная находка. Вот насколько, да, интересная история у старых домов. Можно найти что-нибудь очень интересное. Но проблема в том, что этот подвал сейчас мокрый. То есть, во время дождей, во время того сумасшедшего града, который был в Мариуполе, подвал залило. И там все мокрое. Там стоит большая бочка металлическая, которая вся в воде. Вся наполнена водой. Поэтому я поговорила с прорабом. И он сказал, что там нет вентиляции. Там не просыхает ничего. Поэтому нужно либо засыпать этот подвал, либо делать вытяжку через кухню и обживать этот подвал. Но я склоняюсь к тому, что все-таки оставить этот подвал. Засыпать мне его жалко. Там есть прям лестничка вниз. Можно спускаться спокойно, хранить там какие-то закатки, да, вино тоже. Ну, поэтому, наверное, все-таки мы его оставим. Так как это очень интересная находка и не хотелось бы с ней прощаться. Это все-таки история этого дома и хотелось бы ее продолжить. Мы, конечно же, открыли люк и дали подвалу просохнуть. Если вам понравилось это видео, вы знаете, что нужно делать. Всем спасибо! Продолжение следует... Продолжение следует...